Мы продолжаем дискуссию с нашими гостями, с нашими спикерами. В продолжении дискуссии, которая проходила в большом основном зале, Кате, мы сегодня будем задавать некоторые вопросы про собственную торговую марку. Мы этой темы немножко затронули, но я думаю, что у вас наверняка уже есть какой-то план развития, вы точно знаете, какие продукты появятся на полках магнитов в ближайшее время и какие приоритеты уделяются этому вопросу. Делитесь своими инсайтами и секретной информацией. Спасибо большое за вопрос. Готова часами говорить про наши собственные торговые марки. Прежде всего хочется сказать об основном приоритете развития наших собственных марок. Это развитие среднего и высокого ценовых сегментов. Мы очень уверенно себя чувствуем в низком ценовом сегменте. Мы даже получили премию Private Label Awards в прошлом году за лучшее качество нашей собственной марки «Моя цена». Тем не менее, сейчас основной фокус выстроен вокруг бренда «Магнит», вокруг бренда «Магнит свежесть», а также вокруг нашего бренда «Премьер оф Тейст», который собирает под этим зонтиком самые лучшие товары со всего света. Если говорить о тех новинках, которые у нас скоро появятся, то я предлагаю вам обратить внимание на наш бренд «Стеллари». Мы обязательно порадуем всех женщин к Новому году и к 8 марта какими-то новинками, которые помогут им стать еще прекраснее. Принято все время говорить про разницу и дифференциацию или какую-то правильную профессиональную отстройку от конкурентов. Я думаю, что вы тоже этому уделяете некоторое внимание. Что можете сказать? Для нас дифференциация – это один из фокусных направлений развития наших собственных марок. Мы бы хотели, чтобы покупатель видел не только ту же самую гречку, которую он может найти на полках и других магазинах. Для нас важно, чтобы покупатель мог найти действительно уникальные продукты на наших полках. Это может быть все, что угодно. Это может быть продукт с уникальной рецептурой, с уникальными вкусовыми свойствами. Это может быть продукт в очень удобной и необычной упаковке, который можно найти на полках далеко не каждой сети. Именно в этом направлении мы очень активно развиваемся и привлекаем наших партнеров к совместной проработке тех или иных продуктов. Я так понимаю, что огромную роль здесь как раз значит, наверное, вот эта роль построения цепочки прямого импорта? Да, несомненно. Прямой импорт также является одним из наших приоритетов. Магнит исторически был очень силен в проектах прямого импорта, и сейчас мы стараемся усилить сильное. Мы стараемся придать развитию прямого импорта еще большую скорость. Здесь мы, конечно же, сфокусированы на рынке косметики. Например, мы активно ведем работу с такими странами, как Корея, потому что вы, наверное, все заметили, сейчас есть очень активный тренд на корейские продукты практически во всех ритейлерах нашей, да и не только нашей страны. Кроме того, понимая тренд на био, на органические продукты, мы активно разрабатываем линейки биопродуктов, которые мы привозим нашему покупателю из Греции. Таким образом, да, прямой импорт является одним из способов обеспечения дифференциации, одним из способов усиления наших собственных торговых марок. То есть в следующий раз можно будет не искать в интернете ближайший магазин с корейской косметикой, а можно просто отправляться в Магнит Косметик, и мы найдем на полках все то, что вас требовано сегодня. Конечно. Просто найдите адрес ближайшего к вам магазина Магнит Косметик. Ну вот теперь вы знаете, друзья, как легко сделать правильные покупки, а Катя Лобанова нам об этом рассказывает. Екатерина, вам большое спасибо, я желаю хорошего бизнеса, и пусть все, что мы с вами запланировали, и все, что вы обсудили, чтобы все действительно так и реализовано было. Спасибо вам за интересные вопросы.